Тот случай, когда работа идёт от самого сердца. Школьный урок для Светланы Филипповой — не просто способ научить детей чему-то новому. Это целый мир открытых возможностей, где твёртый гранит наук не надо с упорством и силой разгрызать. Расколоть его можно через творчество и игру. Первоклашкам это особенно важно, ведь школьный мир для только севших за парты — неизведанная тайна. Для того, чтобы получить звание, нужно работать, начиная с первого дня, как ты стал учителем. И я бы сказала, что это не результат последних лет работы. Каждый год он для меня важен, не только в моей профессиональной деятельности, но и в открытиях вместе с ребятами. И каждый год он вкладывает, то есть даёт возможность учителю представить свои достижения, наработки, так скажем, педагогической общественности. А затем уже по достижениям, так скажем, компетентные жюри принимают решение о том, что, так скажем, учитель действительно заслуживает вот такой награды. На счету у Светланы Филиповой не только работа с младшими школьниками. Её проект «Родительская книжка» — победитель международного профессионально-исследовательского конкурса «Служение своему делу». Главная отличительная особенность пособия в том, что направлено оно на работу с родителями. Светлана Валерьевна помогает мамам и папам быть в курсе всех инноваций современного образования. Умение слышать и слушать друг друга, помогать и поддерживать — один из главных постулатов, сопровождающих учебный процесс ученика, уверена учитель. Я в свою практику ввела такой приём, как написание писем детей. Каждую неделю дети получают письмо от того героя, который будет с нами на этой неделе. Это может быть светофор, если, к примеру, мне нужно напомнить детям правила дорожного движения. И светофор, он обращается к ребятам, он их хвалит, как они трудятся. У детей создаётся впечатление, что он где-то незримо существует. Поэтому, ну как бы он узнал о том, что ребёнок старается. Они же все стараются. И они каждый принимают это на себя, что это письмо именно мне адресовано. Очень спокойный и рассудительный человек. Так характеризует себя Светлана Филиппова. В свободное время любит читать книги, путешествует, проводит его со своими родными. У меня в этом году дочь идёт в девятый класс. И мы параллельно ещё, так скажем, много читаем и думаем о будущем. И развиваемся ещё и вместе с ней. Рассуждаем о том, каким должен быть сейчас человек в современном обществе, чтобы у него были результаты. И мне очень хотелось бы, чтобы она многое именно из моей деятельности взяла для себя. Потому что трудиться нужно в любой профессии. Не только учителем, чтобы действительно ты состоялся в своей профессии. В этом году для 34 первоклассников Светлана Филиппова вновь станет первым школьным учителем. Тем самым проводником в мир нескучных и главных знаний, от базы которых зависит будущее. А значит, мальчишек и девчонок, начиная с сентября, ждёт множество интересных и необычных уроков. А идей, как превратить познавательный урок в лёгкое и творческое усвоение материала, у заслуженного учителя России в копилке достаточно. Алина Яковлева, Владислав Воронов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова